Здравствуйте, дорогие студенты! Я преподаватель кафедры методики преподавания русского языка Узбекско-финского педагогического института, ассистент Юсупова Сахиля Софиевна. Тема сегодняшнего занятия «Имя прилагательное как часть речи». Что такое «Имя прилагательное»? Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета, его качество и отвечает на вопросы «какой?», «чей?». Имена прилагательные изменяются по родам, по числам, по падежам. Грамматические категории зависят от существительного, с которым оно согласуется. В предложении чаще всего выступает в роли определения, а может также входить в состав сказуемого. Лексико-грамматические разряды имен. Имя прилагательное – качественное имя прилагательное, относительное имя прилагательное, притяжательное имя прилагательное. Качественные имя прилагательные обозначают признак предмета, определяющий его качество, например, красивый цветок, жаркий день. Лексическое значение качественных прилагательных разнообразно. Они могут обозначать цвет, физические свойства, вкус, запах и т.д. Качественные имя прилагательные могут употребляться с уменьшительно ласкательными суффиксами и с наречиями меры и степени. От качественных прилагательных можно образовывать наречия на «о» или «е». Относительные имя прилагательные называют признак по отношению к материалу, месту, действию, отвлеченному понятию. Например, «железная дверь», «морской воздух», «городская роща». Относительные прилагательные имеют параллельные синонимические формы, выраженные предложено именными сочетаниями. Например, «каменный дом», «дом из камня», «институтское здание», «здание института». Относительные прилагательные не имеют степени сравнения и кратких форм. Притяжательные имена прилагательные обозначают принадлежность предмета к какому-либо лицу или животному. Например, «отцов дом», «лисий хвост». Притяжательные прилагательные образуются только от обушевлённых существительных с помощью суффиксов «и», «ов», «ев», «ин», «ын», «овск», «евск», «инск», «ынск». Сравнительные и превосходные степени имен прилагательных. Как сравнительные, так и превосходные степени могут быть простыми, синтетическими и сложными, аналитическими. Простая форма сравнительной степени образуется при помощи суффикса «е-е», «ей», «е». Синтетическая форма превосходная при помощи суффиксов «ейш» или «айш». Сложная форма сравнительной степени сочетает слово «боле» или «менее» и начальную форму прилагательного. Сложная форма превосходной степени может быть образована присоединением к прилагательным в начальной форме слов «самый», «наиболе», «наименее». Присоединением слов «всего» или «всех» к прилагательному в простой форме сравнительной степени. Прилагательные в простой форме сравнительной степени с суффиксом «ее» являются стилистически нейтральными, суффиксом «ей» разговорными. Сложные формы сравнительной степени являются книжными. Прилагательные в простой форме превосходной степени являются книжными. Сложные формы превосходной степени являются нейтральными книжными разговорными. Краткие формы имён прилагательных образуются от полных путём отбрасывания окончаний. У прилагательных с основой на шипящую в именительном и винительном падежах единственного числа мягкий знак не пишется. Прилагательные на «ен» образуют краткую форму двояка – тождественны, тождествен, тождественен. Краткие прилагательные изменяются только по числам и имеют форму рода. В современном русском языке они не склоняются, поэтому выступали только в роли сказуемого. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. Относительные и притяжательные прилагательные могут переходить в разряд «качественных». Каменный дом, каменное сердце, отцовский дом, отцовские чувства. Притяжательные прилагательные могут переходить в разряд «относительных» – «зайчий хвост», «зайчий тулу». Правописание, окончание имен прилагательных. Имена прилагательные в именительном падеже, единственном числе, мужском роде, под ударением всегда имеют окончание «ой» без ударения «ы» или «и». Притяжательных прилагательных на «и» во всех формах, кроме именительного и винительного падежа мужского рода, перед окончанием пишется мягкий знак. Правописание суффиксов имен прилагательных. Суффиксом «ка» пишется качественные прилагательные, образующие краткую форму. Суффиксом «ка» пишется относительные прилагательные. Перед суффиксом «ка» конечные согласные, основы существительного, сохраняются без изменения, чередуются или исчезают. Сохраняются конечные согласные, основы «д», «т», «з», «с». Сохраняется буква «с», если перед ней стоит любая согласная, кроме «ц». Если основа существительного оканчивается на согласные «к» и «ч», то они чередуются с «ц», а в прилагательном пишется суффикс «ка». Если основа существительного оканчивается на «с», который предшествует согласная, то конечные «с» опускаются. Русские географические названия на «ск» образуют прилагательные без помощи суффикса «ск». Если основа существительного оканчивается на удвоенной «с», то перед «ск» одно «с» опускается. В суффиксах «ев», «ив» под ударением пишется буква «и», без ударения буква «е». В суффиксах «лив», «чив» всегда пишется буква «и». В суффиксах «ов», «оват», «овит» после твердых согласных пишется буква «о». После мягких согласных, щепящих и «ц» пишется буква «е». Суффиксы «ы», «инск», «ин» плюс «ск» характерны для прилагательных, образованных от основ на «и». В остальных прилагательных пишется суффикс «енск». Суффикс «еньк» служит для образования прилагательных от слов, основа которых оканчивается на любой согласной, кроме «г», «к», «х». Суффикс «онг» употребляется после основы на «г», «к», «х». Если производящая основа оканчивается на «иска», «воз», «доска», то при образовании прилагательных это сочетание заменяется на «щ». Ващеной до «щаты». Если производящая основа оканчивается на «к», то при образовании прилагательных посредством суффикса «ат» наблюдается чередование с «т». Правописание «н» и удвоенное «н» в суффиксах имен прилагательных. Одна буква «н» пишется в суффиксах «ан», «ян», «ым», «ин». Исключение «стеклянный», «оловянный», «деревянный». Две буквы «н» пишется в отыменных прилагательных, образованных от основ на «н», «мя» при помощи суффикса «эн». В суффиксах «ен», «он» от именных прилагательных. В кратких прилагательных пишется столько же «н», сколько их было в полной форме. Правописание сложных имен прилагательных. Слитно пишутся имена прилагательные, образованные от сложных существительных, пишущихся слитно. Прилагательные, у которых одна из составляющих частей отдельно не употребляется. Прилагательные, образованные из сочетаний слов с подчинительной связью. Прилагательные, первая частью которых является наречие на «о» или «е». Прилагательные, первая частью которых является имя числительное. Через дефис пишутся прилагательные, обозначающие оттенки цветов, дополнительные оттенки качества или признака. Прилагательные, образованные из сочетаний слов с сочинительной связью. Прилагательные, образованные от существительных, которые пишутся через дефис. Прилагательные, начинающиеся со слов юго, южно, западно, восточно, северо, северно. Если подобные прилагательные являются нарицательными, то они пишутся слитно и со строчной буквы. Сложные прилагательные, образованные от сочетаний имени и фамилии, имени и отчества. Сложные прилагательные, основа первой части которых оканчивается на «ико». Сложные прилагательные, части которых указывают на неоднородные признаки. На этом наше занятие подошло к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...